Сейчас я всех приветствую, я вижу много знакомых. Здравствуйте, рада вас видеть. Очень приятно в это время, когда мы все сплотились в самоизоляции. Тем не менее, сегодня поговорим об очень интересных наших пациентах с метаболическими нарушениями, как обычно. И с вашего разрешения, с разрешения Аркадия Львовича, я начну наш вебинар. И Аркадий Львович сейчас постепенно к нам присоединится. Итак, глубоко уважаемые коллеги, давайте с вами вспомним, с чего все началось. Давайте вспомним верхний палеолит, каменный век. И перед нами скульптура прекрасной женской фигуры, с нашей точки зрения, которая имеет, может быть, небольшие отклонения от нормальной массы тела. Но, тем не менее, тогда это был тотем племени, то есть это был идеал некий, на него молились, просили у этого тотема, что просили? Ну, просили плодородие, просили долгой жизни, больше детей. То есть вот эта вот фигура олицетворяла собой все чаяния и надежды людей того времени. Почему? Ну, как мы с вами прекрасно понимаем, в каменном веке с макдональдсами была некоторая проблема. Не было холодильников, тогда не научились трансжиры добывать, не было рафинированных углеводов, еда была вся натуральная. Ну, что это? Травы, коренья, плоды. Иногда мамонт, когда его догоняли всем племенем, но мамонта хватало ненадолго, соли тоже не было, поэтому все, кто успевал скушать мамонта свежезажаренного, что-то накопить, какой-то маленький запас жира, чтобы пережить следующий период голода, те выживали. И вот прошли тысячелетия, и пришла на смену вот этой Венере каменного века, новая Венера. Да, это мисс мира, это красота, это сегодняшнее наше время. И что произошло? Сбылись чаяния и надежды истощённого человека каменного времени. Да, вот давайте с вами посмотрим, вот какой был человек в каменном веке, и какой человек сейчас. Поменялись местами. Посмотрите, как современный человек стал походить на тот тотем, который был в своё время. За счёт чего это произошло? Ну, безусловно, мы с вами прекрасно понимаем, что некоторая трансформация генотипа произошла, и произошла она в той ситуации, что мы начали использовать энергию экономно. И так появилось понятие экономного генотипа. С точки зрения современных ситуаций мы говорим о развитии инсулиновой резистентности. Что такое инсулиновая резистентность? Это снижение биологических эффектов эндогенного и экзогенного инсулина. В основном это относится к периферическим тканям, мышечная, жировая, ткань печени. Это, собственно говоря, сегодня инсулиновая резистентность рассматривается с позицией, с одной стороны, это период, собственно говоря, благоприятного переживания голода. То есть это эволюционно закреплённый механизм выживания в нек благоприятных условиях. Поэтому мы говорим о том, что нам очень легко накопить жир, нам, современным людям, 90% живущих сегодня на земном шаре, если будут плотно, хорошо питаться и не будут двигаться, очень быстро накопят лишние килограммы. А вот если сядут на диету, как говорит наш пациент, то эти килограммы очень-очень медленно уходят. В этом и заключается феномен экономного генотипа. То есть мы жир накапливаем легко, расстаёмся с ним очень и очень тяжело. Ну так вот, существует физиологическая ситуация, когда инсулиновая резистентность до сих пор нас защищает. Эта ситуация нас защищает в младенчестве, в пубертате, во время беременности, когда люди стареют, во время сна. И есть патологическая инсулиновая резистентность, которая развивается на основе тех же самых генетических предпосылков, но когда человек злоупотребляет тем, что природа ему дано для защиты от голода. И тогда под влиянием внешних причин, собственных каких-то вкладов личных человека развиваются такие заболевания, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые проблемы. Итак, развитие патологической инсулиновой резистентности в современных условиях, наличие генетически детерминированного бережливого генотипа, малоподвижный образ жизни, гиподинамия, избыточное высококалорийное питание, наличие хронических стрессов, курение или приём препаратов, которые могут способствовать развитию инсулиновой резистентности. Что, собственно говоря, сегодня мы видим? Таких пациентов мы видим достаточно часто. Такой хабитус очень узнаваемый, когда в кабинет вначале входит инсулиновая резистентность, а следом за ней пациент. Вот на картинке хорошо видно вот эта энергия, которая заключена в области живота. Действительно, это метаболический жир, который лежит в воротах печени, который висит на сальнике. То есть вот этот выраженный метаболический субстрат, это действительно морфологический субстрат инсулиновой резистентности. И дальше могут события развиваться по нескольким сценариям. Чаще всего это развитие компенсаторной гиперинсулиномии и развитие в дальнейшем метаболического синдрома со всеми возможными вариантами, собственно говоря, гемодинамических и метаболических нарушений. И, собственно, прогрессия в развитии сахарного диабета и различных вариантов сердечно-сосудистых заболеваний. И дальше мы смотрим вторую ветвь, да, прогрессия инсулиновой резистентности. Это сразу неадекватная секреция инсулина. И пропуская такой феномен развития длительного метаболического синдрома, сразу развивается диабет второго типа и его макрососудистые осложнения. Также ишемическая болезнь сердца и различные варианты цереброваскулярной патологии. Ну, с точки зрения основных моментов мы можем остановиться сегодня на критериях, да, то есть какие критерии инсулиновой резистентности мы сегодня знаем. За последние десятилетия опубликовано очень много различных клинических алгоритмов диагностики инсулиновой резистентности. И Европейской ассоциацией, и Американской ассоциацией диабетологов, и Российской ассоциацией. И у нас есть собственные критерии диагностики, которые, впрочем, перекликаются с международными, да, основным моментом является окружность талии. То есть мы говорим о том, что уровень окружности талии, это висцеральное ожирение, оно прямо пропорционально риску развития инсулиновой резистентности. И вот окружность талии у мужчин более 94 сантиметров, у женщин более 80 сантиметров, плюс два из ниже перечисленных признака. Это уровень гликемии натощак более чем 5,6 миллимоль на литр, уровень артериального давления 130 и 85, даже при наличии антигипертензивной терапии, уровень липидов высокой плотности только-только, да, которые начинают снижаться, то есть меньше чем 1,03 у мужчины и менее чем 1,29 у женщин, и самое начало повышения уровня 3 глицеридов, то есть чуть больше чем 1,69. То есть мы говорим о самых первых моментах прогрессии метаболических нарушений. Безусловно, на этом этапе очень редко мы видим наших пациентов, только если мы проводим какой-то специализированный скрининг, да, если бы мы, например, вырезали какую-то картонную фигуру, да, пациента в профиль со здоровой окружностью талии, да, и просили бы каждого пациента, который пришел на диспансеризацию, боком пройти в этот профиль, да, для того, чтобы понять, подходит этот пациент для скрининга или нет. Ну и даже в этом случае различные особенности фигуры могут нас увести от истины. Поэтому, конечно, лучше сегодня, скажем так, ориентироваться на международные и отечественные клинические рекомендации, заручиться поддержкой портновского метра и измерять правильно окруженность талии. Ну, патогенез. Колюш-морфологическим субстратом инсулиновой резистентности является висцеральный жир, да, то есть активный, метаболически активный жир, который подвергается в условиях нечувствительности к инсулину постоянному липолизу, то есть свободные жирные кислоты постоянно выходят в кровь, да, почему это происходит? Это происходит под воздействием любых стимулов, будь то стресс, какая-то физическая активность, любой импульс и мгновенный липолиз, да, катехоламиновый липолиз или любая ситуация, связанная с каким-то моментом, может быть, с приемом препарата. И вот пол свободных жирных кислот попадает в кровоток. Что с ними происходит? Ну, конечно же, в первую очередь по периферическим тканям свободные жирные кислоты блокируют утилизацию и поступление глюкозы в мышечные клетки, в том числе и в кардиомиоциты. Далее, попадая по кровотоку в поджелудочную железу, феномен липотоксичности приводит к изменению секреции инсулина, нарушению действия бета-клетки. И вот он, залог развития сахарного диабета. Распад гликогена, то есть гликоген, который в норме под действием инсулина запасается в печени, начинает распадаться. И вот этот распад гликогена плюс глюкогенез дает значительное повышение уровня глюкозы в крови, как натощак, так и постпрандиально. Ну и, помимо прочего, в виде триглицерида в свободные жирные кислоты запасаются в печени, и мы видим развитие жировой глюкозы. Таким образом, здесь уже в самом начале эффектов висцерального жира понятно, что мы можем заметить, что, да, конечно, уровень свободных жирных кислот постоянно в крови нарастает, да, концентрация глюкозы нарастает, потому что распадается гликоген в печени, и из свободных жирных кислот также происходит в системе глюконеогенеза синтез глюкозы. Глюкоза не усваивается периферическими клетками, потому что асистентность не дает клеткам адекватно усваивать уровень глюкозы. Значит, что получается? Получается, что пол неусвоенной глюкозы организм постоянно возрастает, и в дальнейшем развитие атерогенной дислепидемии. А что мы можем сказать про поджелудочную железу? На поджелудочную железу на первых этапах попадает, да, самая серьезная нагрузка, потому что она должна реагировать на повышение уровня глюкозы в крови. Как она должна отреагировать? Должна отреагировать равноценным повышением секреции инсулина. То есть гиперинсулинизм развивается. Что несет гиперинсулинизм для организма? С одной стороны, это компенсаторная реакция, которая призвана помочь организму утилизировать, то есть усвоить всю ту глюкозу, которая плавает и не может попасть в клетки. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, мы имеем вместо нормальной концентрации инсулина в крови повышенный уровень инсулина. А это уже влечет за собой усиление всех основных эффектов инсулина, которые мы имеем в норме. Что происходит? Вот давайте посмотрим. Во-первых, конечно же, гиперинсулинизм сопряжен с увеличением симпатической активности. Да, симпатическая нервная система приходит в состояние постоянного возбуждения. Прямое действие инсулина на почке и постоянная реабсорбция соли и воды. И мы представляем себе, что это соль и объем зависимая артериальная гипертензия, которая может развиваться в результате этого события. Далее, действие инсулина и накопление в ход кальция в клетки и натрия, особенно в стенках сосудов, что приводит их в состояние тонуса. Ну и, конечно же, метагенные эффекты инсулина, которые приводят к утолщению сосудистой стенки. И мы можем говорить о том, что это многокомпонентный механизм, патогенез развития злокачественной артериальной гипертензии. Мы видим механизм увеличения общего периферического сосудистого сопротивления, увеличение сердечного выброса. И понятно, что проводить терапию такой артериальной гипертензии монокомпонентным препаратом практически невозможно даже с самого начала. И хорошо, что сегодня уже идет на уровне международных рекомендаций, отечественных рекомендаций. Именно у пациентов с таким высоким сердечно-сосудистым риском, а метаболические пациенты к ним относятся, старт с двойной, тройной терапией. Мы понимаем, что иногда этим дело не заканчивается, и пациенты могут получать и четырехкомпонентную терапию. И вот, кстати, один из хороших примеров – это препарат, отечественный препарат, который дает возможность получить сразу в одной таблетке четыре компонента для компенсации уровня артериального давления, в том числе и у метаболических пациентов. Это препарат гипотев, который содержит в маленьких дозах такие компоненты, как диуретик, ингибитор АПФ, бета-блокатор. И обратите внимание, венпоцитин в данной ситуации, в маленькой дозе, он играет роль дополнительного активатора микроциркуляции, некого вазодилататора. И очень хорошо сегодня известно, что механизм действия этого препарата эффективен у метаболических пациентов с артериальной гипертензией, у женщин в перьепре-менопаузе и у пациентов с имеющимися церебровоскулярными заболеваниями в виде хронической ишемии мозга. Вероника Николаевна, добрый день. Здравствуйте. Я буду скрашивать ваше одиночество. Мы, наконец, подключились. Слава Богу. Рад вас видеть. Рад вас видеть. Да, я вас тоже. Давайте продолжаем. Ну и мы продолжаем. Что касается клеточного действия, инсулиновой резистентности. Ну вот представим себе, что каждая клетка, чувствительная к инсулину, теряет программу действия. Например, клетка эндотелия, которая в условиях нормальных эффектов инсулина инсулином защищена. От чего? От атеросклероза, да, потому что именно инсулин промотирует такие эффекты, как синтез оксида азота, да, релаксацию эндотелия. И, собственно, играет важную антиатрогенную роль. Но в условиях инсулиновой резистентности, к сожалению, этот путь становится закрытый, да, он нечувствителен. А что открывается? Открывается путь метаген-активированной протеинкиназы. А это путь секреции эндотелина-1, это путь прокоагуляции, это путь увеличения давления, да, в микроциркуляторном русле, это спазм сосудов, увеличение артериального давления, это эндотелиальная дисфункция. И, конечно же, вот эти молекулярные механизмы инсулиновой резистентности, они многогранны, да, можно очень долго рассказывать о механизме гиперкоагуляции на фоне инсулиновой резистентности, когда уже и гипергликемия, и гиперинсулиномия, да, дают старт синтеза печёночных и внепечёночных факторов свёртываемости, активацию тромбоцитарного сладжа, да. И если мы наложим эти ситуации на имеющиеся гемодинамические проблемы, да, проблемы, связанные с развитием атрогенной дислепидемии и, безусловно, с прогрессией, собственно, дисгликемических расстройств, то мы увидим, почему наши пациенты с ранними метаболическими нарушениями ещё до диагностики сахарного диабета получают свои макро- и микрососудистые осложнения. И подчас мы видим на момент дебюта у пациента, например, острого нарушения мозгового кровообращения или острого коронарного синдрома, мы видим дебют сахарного диабета, хотя, в принципе, все эти события во времени развивались десятилетия, то есть всё, что вело к вот этой кульминации, происходило на протяжении не одного года, да. И вот эта характерная диаграмма, когда мы видим, что от начала, да, прогрессии инсулиновой резистентности, когда мы говорим о наличии генетической предпозиции, о неправильных факторах, да, образа жизни, о каких-то значимых вредных привычках, которые приводят к прогрессии под физиологией инсулиновой резистентности, если мы не выявили у пациента преддиабет, мы не всегда проводим скрининг, мы не выявили предгипертонию, да, мы видим пациента уже на этапе дебюта всех этих заболеваний. К сожалению, как я уже сказала, патогенез развивается на протяжении десятилетий, предшествующий клиническому дебюту макро-микрососудистых осложнений и тем более яркой гипергликемии. Поэтому, конечно, коморбидность у наших метаболических пациентов, она априори достаточно тяжёлая, да, и мы с вами помним вот эти клинические рекомендации для врачей общей практики по коморбидным пациентам, которые были обновлены в начале прошлого года, когда нам было показано, что пациенты, да, в среднем, да, особенно пациенты пожилого возраста, старше 65 лет, имеют одновременно и ишемическую болезнь сердца, и сахарный диабет, и артериальную гипертонию, и хроническую болезнь почек, и сердечную недостаточность. И, конечно же, эти комбинации могут быть и тройными, и четверными, и, безусловно, решать вопрос, что здесь было раньше, что позже, здесь, наверное, уже неправомочно. Мы должны думать о том, как наиболее точно, да, подобрать терапию, как помочь пациенту в этой тяжёлой метаболической коморбидной ситуации, когда мы видим, что взаимосвязь патогенеза этих состояний, она достаточно очевидна, особенно, если мы видим клинически манифестировавший сахарный диабет или состояние преддиабета, да, нарушенную гликемию на тощах или нарушенную толерантность к глюкозе. И, конечно же, вот эта проблема, проблема резкого возрастания таких пациентов и в нашей популяции, в том числе. Международная ассоциация сахарного диабета говорит нам о том, что к 2040 году каждый первый из 10 взрослых будет иметь сахарный диабет, и неважно, будет знать он об этом или не будет знать. То есть такая высокая распространённость этих состояний, она впечатляет. Более того, если раньше мы говорили о том, что эти состояния нарушения метаболизма чаще свойственны людям старшего возраста, то сегодня мы говорим о том, что это и молодой, и средний, трудоспособный возраст, когда действительно диабет второго типа дебютирует вот сейчас у нас в стране в среднем, в возрасте до 40 лет. И, конечно же, основные макрососудистые осложнения – это патология миокарда, это и острый коронарный синдром, и сердечная недостаточность, в основе которой лежит специальная такая диабетическая кардиомиопатия. Часть механизмов развития этой кардиомиопатии лежит в механизме развития инсулиновой резистентности. И мы не должны забывать, что проблемой номер один у наших метаболических пациентов является инвалидизация и смертность в результате цереброваскулярных осложнений, таких как острое нарушение мозгаокрового вращения, транзиторные ишемические атаки и хроническая ишемия головного мозга. Безусловно, всё это откладывает ещё отпечаток на приверженность к терапии. Мы прекрасно понимаем, что повреждение центральной нервной системы влечёт за собой и изменение взаимосвязи пациент-врач. И не всегда наши пациенты остаются адекватными в условиях нарушения центральной нервной системы. Мы с вами прекрасно понимаем, что морфологический субстрат – это мозг. И если есть изменения в центральной нервной системе, то мы должны очень часто проводить скрининг когнитивных нарушений для того, чтобы понять элементарные вещи, насколько мы можем доверять нашему пациенту в плане соблюдения наших же рекомендаций по терапии, по режиму терапии. Это очень важно. Итак, если мы с вами подытожим, вот этот вот серьёзный механизм развития сосудистого поражения, связанный с инсулиновой резистентностью. Итак, у нас морфологический субстрат инсулиновой резистентности – это метаболически активный висцеральный жир, который запускает сразу множественные звенья, повреждения у наших пациентов. Обратите внимание, это ускоренное развитие атеросклероза. Характерная картинка – это развитие прокогуляционных нарушений. И отдельный фокус – это поражение миокарда. Вот этот многокомпонентный патогенез, который не может оставить интактным ни один сосуд, ни одну эндотелиальную клетку, ни одну клетку чувствительную к инсулину, включая клетку миокарда. То есть если мы говорим о развитии миокардиопатии, связанной с инсулиновой резистентностью, это диабетическая миокардиопатия, обратите внимание, фокус не только на поражение именно энергетического обмена в кардиомиоците. Обратите внимание, здесь и автономная нейропатия, и микроангиопатия, в результате накопления продуктов гликирования, в результате увеличения, снижения секреции оксида азота. И посмотрите, конечно же, кардиальный метаболизм, то есть метаболизм кардиомиоцита. Что там происходит? Там происходит сдвиг субстрата от глюкозы к свободным жирным кислотам, что влечет за собой увеличение потребности в кислороде. И, конечно же, это дополнительные повреждения внутри клеточные, внутри митохондриальные, потому что за этим идет митохондриальное разобщение, которое приводит в итоге к различным вариантам апоптоза, внутри миокардиального фиброза. И, безусловно, вот этот момент внутри миокардиального нарушения, вот сдвига метаболического субстрата, очень похож на тот сдвиг, который существует вот сегодня в описанном повреждении миокарда у пациентов с COVID-19. Небольшая ремарка, тут, конечно, нет полной картины, но, учитывая, что воздействие идет тоже на уровне метаболизма, вот это вирусное повреждение также влечет за собой изменения в метаболизме миокарда и снижение кардиальных резервов. Поэтому, безусловно, лечение наших пациентов, коморбидных пациентов, собственно говоря, за последние месяцы и было описано, что наибольший удар по здоровью вот эта пандемия, она как раз и привносит в популяцию пациентов коморбидных, метаболических, и очень часто у пациентов идет сочетание диабета и шимической болезни сердца, артериальной гипертензии и среднего или пожилого возраста. И, конечно же, переходя к непосредственным механизмам развития сердечной недостаточности, мы видим, что у пациентов уже на этапе инсулиновой резистентности очень часто развиваются, клинически манифестируют сердечную недостаточность. Посмотрите, у пациентов с сахарным диабетом в 2,5 раза риск хронической сердечной недостаточности повышен, но он высок и у пациентов с нарушенной толерантностью и просто с диагностированной инсулиновой резистентностью. И за последние несколько лет, насколько мне удалось уточнить, по данным Европейского кардиообщества, по данным Американской ассоциации сердца, ведутся очень интересные работы по изучению различных возможностей, различных таргетных терапий в отношении улучшения вот этого субстрата, метаболического сдвига на уровне кардиомиоцитов. Вот посмотрите, буквально в конце 2018 года было опубликовано некий согласительный документ Европейской ассоциации кардиологов, которые показали, что действительно вот эта тонкая взаимосвязь процессов инсулиновой резистентности диабета и повреждений миокардов, она характерна для наших пациентов. И как улучшить поступление субстрата, улучшить поступление глюкозы в клетку кардиомиоцита? Да, безусловно, с одной стороны, это правильное лечение, дисгликемия, да, это все современные препараты, о которых мы хорошо знаем, но с другой стороны есть более таргетная терапия, о которой также европейское сообщество говорит. Обратите внимание, красной стрелочкой показан фермент корнитил-пальметаил-трансфераза, блок которой приводит к снижению поступления активированных свободных жирных кислот внутрь митохондрии, и которая в дальнейшем влечет за собой активацию использования глюкозы для получения энергии. Это более экономный путь получения энергии. Посмотрите, препарат, который представлен Европейской ассоциацией, это пергексилин в России, он не зарегистрирован, но это препарат, который является блокатором корнитил-пальметаил-трансферазы и обладает эффектом защиты миокарда в условиях инсулиновой резистентности, в условиях развития кардиомиопатии. С точки зрения эффектов этого препарата, да, безусловно, это корнитил-пальметаил-трансфераза-1. А какие еще могут быть эффекты, связанные вот с этим корнитиновым челноком? Ни один фермент корнитил-пальметаил-трансфераза-1 за это отвечает. Обратите внимание, есть корнитил-ацил-транслаказа, есть корнитил-пальметаил-трансфераза-2 и корнитил-ацил-трансфераза. Все эти ферменты карнитинозависимые, то есть при улучшении состояния метаболизма в миокарде, при улучшении транспорта всех этих карнитинозависимых ферментов клетка просто захлебнется, потому что огромное количество свободных жирных кислот будет поступать для окисления, но это невозможно в условиях ишемии, в условиях недостаточного кислородного поступления. Поэтому блок всех этих карнитиновых этапов был бы оптимальным вариантом терапии для кардиомиопатии таких пациентов. И действительно, в одном из документов для обучения Американская ассоциация кардиологов предлагает кардиологам ознакомиться с возможными механизмами воздействия на кардиомиоцит в условиях развития кардиомиопатии. Посмотрите, помимо традиционных вариантов гемодинамических, нейрогуморальных и иммунных механизмов, предлагается обратить внимание и на метаболические нарушения. В частности, предлагается оценить возможность перераспределения субстрата метаболического. И вот британские диабетологи опубликовали в своем обзоре возможных претендентов на улучшение состояния кардиального метаболизма у пациентов с инсулиновой резистентностью. Давайте посмотрим, многих из этих представителей мы хорошо знаем, посмотрим представитель дихлороцитат, который блокирует перуват-дегидрогеназу, это ингибитор. Действительно, мы его используем, но не так часто в рутинной практике, это реанимационный препарат. Дальше, прямые блокаторы корнитил-пальметаил-трансферазы-1, это уже известный нам пергексилин, который не зарегистрирован в Российской Федерации. Частичным блокатором корнитил-пальметаил-трансферазы-1 является известный нам аммиударон. И обратите внимание, остальные препараты из этой группы также в России не представлены, это максир и оксфеницин, но они представлены в США и в Новой Зеландии, в Австралии. И дальше, блок последней четвертой стадии окисления свободных жирных кислот, это триметазидин и ренолазин. Посмотрите, у всех предшествующих эффект один и тот же. Это снижение поступления жирных кислот внутрь клетки и внутрь митохондрии и увеличение использования глюкозы в метаболизме. И вот отдельным обособленным механизмом действия стоит мельдоний, препарат мелдронат, как парциальный ингибитор гамма-бутиробетаин-гидроксилазы. И посмотрите его эффект. Это снижение синтеза корнитина и всех связанных с ним эффектов и улучшение утилизации глюкозы клетками. И действительно, если мы откроем британский справочник по диабетологии, мы увидим, что обобщенный механизм действия мельдроната связан с улучшением кардиоваскулярных эффектов и улучшением глюкозного метаболизма, включая внутриклеточные сигналы передачи и дополнительные отдаленные результаты, такие, как, например, уменьшение гликированного гемоглобина, снижение выраженности инсулиновой резистентности и снижение глюкозы плазмы натощак. И, безусловно, эти моменты, они не могут быть в отдельности от его механизма, основного механизма. Мы с вами коротко пройдемся по этому механизму. Это обратимое ингибирование синтеза карнитина эндогенного, это блок гамма-бутеробетаин-гидроксилазы. В результате у нас остается в организме, какая ситуация, незавершенный синтез карнитина, то есть нет конечного продукта, значит, промежуточный субстрат возрастает, значит, концентрация гамма-бутеробетаина в организме возрастает, а поскольку и эфиры мелдроната, и эфиры гамма-бутеробетаина являются акцепторами на рецепторы ацетилхолина, они могут являться индукторами биосинтеза оксида азота в эндотелии, что не может не проявиться благоприятно на нормализации тонуса микрососудов, то есть улучшение микроциркуляции, улучшение состояния агрегации тромбоцитарного звена, и в результате мы получаем и улучшение периферического кровообращения за счет улучшения микроциркуляции, и некие антиоксидантные эффекты. Следующий аспект – дополнительное блокирование белка переносчика карнитина, это еще один карнитин-зависимый эффект мелдроната. Таким образом, карнитин не только не синтезируется, он перестает всасываться в кишечники из продуктов, богатых карнитином, и выводится дополнительно с мочу. К чему все это приводит? Ну, это приводит к дополнительным эффектам воздействия, связанным, например, с прогрессией атеросклероза. Известно, что не все факторы, например, даже пищевые, которых мы сегодня говорим, как, например, о пищевом холестерине с прогрессией атеросклероза связаны. Связаны, например, такой пищевой фактор, как триметиламинооксид. Что это такое? Это вещество, которое синтезируется в организме из пищевого карнитина, синтезируется микробиотой кишечника. Концентрация триметиламинооксида в крови прямо пропорциональна количеству инсультов и инфарктов у пациентов с сердечно-сосудистой метаболической коморбидностью. И действительно, если мы проследим вот это путешествие пищевого карнитина, когда продукты, кстати, богатые в том числе и холином, и холестерином попадают в кишечник, далее такая микробиота, как пептострептококки и кластриди, перерабатывают его и синтезируют триметиламин, который под воздействием фламиномоноксидаза в печени трансформирует его вот в тот самый триметиламинооксид, который тут же в печени разворачивает свою проатросклеротическую деятельность. То есть начинает с подавления обратного захвата холестерина, снижения синтеза желчных кислот. А дальше, выходя уже на масштабы организма, он приводит к развитию различных вариантов макрососудистых осложнений. Вот документированы это инсульты, инфаркты, поражение почек. Поражение почек дополнительно влияет на увеличение концентрации триметиламинооксида, потому что он перестает выводиться и постоянно рециркулирует в крови. И что сегодня в литературе предлагается для коррекции вот этого нелипидного, но в то же самое время фактора прогрессии атеросклероза, сосудистого повреждения. Обратите внимание, если это действительно пищевой компонент, первое, что приходит в голову, это отказаться. От пищи, которая богата холином, холестерином и л-карнитином. Мы с вами знаем этот путь. Сегодня это веганство и вегетарианство. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это не вполне физиологическое питание, поэтому не всем из наших пациентов это подходит. Есть вот интересное предложение антибиотики хронические, да, использовать, для того, чтобы подавлять микробиоту, который синтезирует триметиламин. Это тоже не вариант, потому что мы не можем постоянно назначать антибиотики. Дальше это трансплантация микробиома. На сегодняшний день существует фекальная трансплантация от стройных здоровых пациентов к тучным и больным, и с положительным эффектом. Но при этом не доказана абсолютная безопасность. Это не рутинный метод. И вот обратите внимание, из зарегистрированных препаратов мы видим только препарат мелдронат. Какая точка приложения в данной ситуации у мелдроната? Это бактерии, микробиота. То есть это торможение, секреция триметиламина бактериями и снижение в результате в крови триметиламина оксида. И давайте посмотрим. Интересное исследование было проведено на добровольцах. Пациенты принимали, две группы было, обе группы питались фастфудом. Одна группа принимала мелдронат, вторая группа не принимала. И обратите внимание, концентрация триметиламина оксида у тех, кто не принимал мелдронат, оставалась высокой. У тех, кто принимал мелдронат, постепенно снижалась. А питались наши пациенты, интересно, питались вот так. Только в группе, которая получала мелдронат, концентрация 3-метиламинооксида в крови была как у представителей вегетарианства. То есть можно было подумать, что они веганы, но на самом деле они кушали то же самое, что кушали в предыдущей группе. Но эффект мелдроната был показан. И с накоплением длинноцепочечных ацилкарнитинов в результате недотрансформации этих молекул. И что получается? Длинноцепочечные ацилкарнитины уже внутри клетки приводят к нарушению, связанным с прогрессией, скажем так, тканевой инсулиновой резистентности, потому что они вызывают нарушение внутриклеточного сигнала инсулина. Так происходит снижение поступления глюкозы в клетку за счет блока синтеза GLUT4 и за счет снижения поступления перувата в цикл Крепса, то есть глюкоза за счет утилизации, вернее энергия за счет утилизации глюкозы не поступает. И это тоже неблагоприятный эффект накопления длинноцепочечных ацилкарнитинов внутри клетки. И поэтому дополнительным эффектом препаратов, которые блокируют карнитил-пальметаил-трансферазу, может быть действительно снижение вот этого диабетогенного эффекта ацилкарнитинов. И сегодня среди препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации, это только мелдронат. Он препятствует не только цитотоксическому эффекту длинноцепочных ацилкарнитинов, но и диабетогенному эффекту, а в результате улучшается синтез АТФ и транспорт внутри клетки. Ну, противодиабетическому и противоинсулинорезистентному механизму мелдроната сегодня посвящено достаточно много экспериментальных исследований, но и не только экспериментальных, и клинических тоже. Мы с вами уже знаем, например, данные по улучшению чувствительности тканей к инсулину и снижению уровня гликированного гемоглобина у пациентов с ишемической болезнью сердца и с сахарным диабетом. Эти данные опубликованы. Но также хочу представить собственные результаты. Вот буквально в конце прошлого года у нас было длительное наблюдение за пожилыми пациентами, которые перенесли инсульт, имели различные нарушения углеводного обмена, и это был просто как сопутствующий момент. Мы наблюдали изменение динамики уровня глюкозы и гликированного гемоглобина на протяжении 12 недель. И мы отметили достоверное снижение уровня гликемии натощак и уровня гликированного гемоглобина у этих пациентов. И, конечно же, обобщая вот эти вот все многогранные эффекты, которые происходят в организме под воздействием в данном случае препарата Милдранат, когда мы видим не только блок синтеза эндогенного карнитина, мы видим блок его всасывания, блок, связанный с поступлением внутри тканей и дополнительным выведением с мочой. Это дает влияние на такие состояния, как диабет, атеросклероз, о котором мы только что поговорили, ну и влияние на миокард. Да, вот это вот самая серьезная, пожалуй, точка воздействия, потому что основные процессы при развитии инсулиновой резистентности внутри клеточной – это диабетическая кардиопатия. И, конечно же, мы сегодня имеем достаточное количество исследований. Вот недавно был проведен обзор, библиографический поиск в Центральной научно-медицинской библиотеке с поиском всех исследований с участием препарата Милдранат у пациентов с кардиоваскулярной, цереброваскулярной патологией. Было отобрано порядка 300 опубликованных исследований. И надо сказать, что среди них было много высококачественных исследований в кардиологии, обращаю ваше внимание, с уровнем достоверности доказательств и убедительности рекомендаций, да, как сегодня нам рекомендуют наше Министерство просвещения и образования, уровень достоверности доказательств и убедительности 2А. Это достаточно высокий уровень для исследований, проведенных с Милдранатом в кардиологии. Ну и, конечно же, если мы попробуем суммировать все вот эти информационные моменты, то мы увидим, что если обычные пифоксингибиторы, то есть просто препараты, которые блокируют бета-окисление, в основном их точка приложения – это ишемическая болезнь сердца, и сердечная недостаточность, то у Милдраната это немного более широкий спектр. Добавляется атеросклероз, сахарный диабет, и обратите внимание, влияние на центральную нервную систему, доказано воздействие на улучшение состояния когнитивных нарушений. Я не буду перечислять все основные направления, которые уже сделаны, да, в области исследований Милдраната и пациентов, перенесших инсульт, имеющих хроническую ишемию мозга, потому что действительно все метаболические нарушения, как мы с вами уже обсудили, они взаимосвязаны. Не могут быть проблемы с сосудами в центральной нервной системе, которые не затрагивают содружественно, и проблемы, связанные с функционированием центральной нервной системы. Приведу лишь собственные наблюдения. Наш Центр патологии речи и нейрореабилитации давно работает с препаратами Милдранат. Мы работаем с тяжелыми пациентами, с афазией. Это пациенты, перенесшие травмы или ишемические инсульты, у которых в результате полученных повреждений в центральной нервной системе отсутствует речь. Это очень тяжелое нарушение, связанное с множественным повреждением. Но при этом, обратите внимание, при всех тех нейрореабилитационных мероприятиях, которые мы проводим достаточно успешно, мы всегда используем препараты, стимулирующие действия центральной нервной системы. И вот обратите внимание, недавние наши исследования, которые были представлены в том числе и на Международном конгрессе нейрореабилитации. Обратите внимание, добавление Милдраната к курсу нейрореабилитации значимо улучшало состояние пациентов с афазией, то есть приводило к значительным и выраженным улучшениям речевой функции после инсульта. Ну и в дополнение хочется сказать, что всегда хочется определить какой-то маркер, который даст возможность понять точку приложения до действия того или иного препарата. Вот в данном случае Милдранат и центральная нервная система, мы оценивали маркер целиарный нейротрофический фактор. Надо сказать, что это ключевой фактор для дифференцировки развивающихся нейронов и глиальных клеток, который отвечает за восстановление, за индукцию экспрессии от стилхолина, то есть за возможность обучения, процесса обучения и нейрореабилитации. И посмотрите, какие интересные данные. Мы представили их в 2017 году на Европейском конгрессе по инсульту. Пациенты, которые в нашем центре в дополнение к базовой терапии получали препарат Милдранат в традиционной дозе 1000 мг, показали достоверное улучшение не только функции речи, но и улучшение концентрации, то есть был прирост концентрации целиарного нейротрофического фактора. Далее понятно, что ишемия, в том числе ишемия в центральной нервной системе, она распространяется очень быстро, и вот эти воздействия на нейроньюнит захватывает и нейротрансмиттерные системы. Так гиперактивация глутаматергических рецепторов приводит к достаточно сильному повреждению центральной нервной системы. В чем это проявляется? Это проявляется в заходе кальция в клетку и разрушении активации системы КАСПАС. И обратите внимание, вот эти глутаматергические рецепторы теряют свои НР2-домены, они выходят в периферический кровоток, пересекают гематоэнцефалический барьер, и к ним начинают образовываться антитела, аутоантитела, которые мы можем определить лабораторным методом. И вот антитела к домену НР2 глутаматергических рецепторов в периферической крови являются ассоциированными с такими состояниями, как инфаркт, ишемия мозга, и дают возможность прогнозировать будущие ишемические события. И в нашем центре мы также определяли антитела к НР2-субъединице глутаматергических рецепторов в плане возможных воздействий в ряде, скажем так, подбора вторичной профилактики. Ведь это очень интересно, когда пациент уже перенёс инсульт, ты назначил ему вторичную профилактику, все возможные препараты, которые ты считаешь нужным назначить, скорректировал все параметры, проводишь нейрореабилитацию, и в этот момент определяешь антитела к НР2-субъединице и видишь, что они высокие. О чём это может говорить? Это может говорить о том, что организм готов к тому, что он даст вторую ишемическую реакцию. Это очень интересный момент, который сегодня мы пытаемся использовать в нашем центре для более жёсткого отслеживания результата вторичной профилактики. И вот обратите внимание, ещё одно исследование, которое было представлено мной в прошлом году на Европейской ассоциации по кардиоваскулярной заболеваемости, это конгресс по артериальной гипертонии и кардиоваскулярной протекции. Посмотрите, при добавлении к всей сосудистой базовой терапии вторичной профилактики у пациентов нашего стационара при исследовании уровня антителка НР2 в сравнении с контрольной группой достоверно ниже уровень НР2 рецепторов, антителка НР2 рецепторов по окончании курса нейрореабилитации. Мы напрямую не можем заявить о ситуации, что данный препарат серьёзно влияет на улучшение вторичной профилактики, но тем не менее базовый уровень НР2 рецепторов говорит о том, что мы видим улучшение состояния в плане ишемических процессов в центральной нервной системе, и, конечно же, это не может не внушать определённый оптимизм. Глубоко уважаемые коллеги, хочу напомнить, что любые препараты, которые мы используем в своей клинической практике, мы должны использовать строго по показаниям, согласно официально зарегистрированным и записанным в инструкции. В ситуации с мелдронатом мы помним, что основными показаниями к назначению являются хронические состояния ишемии, это ишемическая болезнь сердца, это хроническая сердечная недостаточность, это различные варианты острой и хронической ишемии центральной нервной системы, ну и варианты, скажем так, избыточного перенапряжения, это ситуация, связанная с избыточной умственной и физической перегрузкой, да, с одним небольшим, да, таким отступлением, да, если только речь не идёт о большом спорте. Мы помним, что это препарат допинг, да, и назначение его спортсменам строго противопоказано. Да, спасибо вам большое. Я вот, коллеги, хочу вам сказать, что всем нам хорошо известно, кто занимается применением мелдроната, имеет свой клинический опыт, нам доказывать его эффективность не представляется никаких вообще аргументов против. Но во всех других ситуациях, когда наши врачи относятся с неким недоверием к мелдронату, мне бы очень хотелось, чтобы вы каким-то образом послушали ещё раз вот это совершенно бесподобное выступление. Вы посмотрите, в передовых журналах российских, мировых, так тонко, так чётко были показаны фотофизиологические механизмы, которые возникают в случае наших заболеваний, и та роль мелдроната с такой огромной теоретической базой, с теми исследованиями, которые доказывают, что не только есть клинический эффект, но этот клинический эффект доказан, доказан той огромной научной базой, которая вот обладают как наши коллеги, так и коллеги за рубежом. Мне кажется, что всё, что связано с мифами о мелдронате, его какие-то, ну, я даже не знаю, те люди, которые просто не имеют ни опыта, ни контакта с ними, не понимают, всё время ищут какие-то доказательства. Так вот, доказательства есть, налицо, и я считаю, что нужно, наконец, прекратить все спекулятивные разговоры на эту тему, если они и присутствуют, да, и понять, что мелдронат сегодня – это одно из самых эффективных средств для метаболической поддержки наших пациентов, особенно это актуально, вот в тот период, в котором мы сейчас живём, это метаболическая поддержка нашим больным сердечно-сосудистыми заболеваниями разного возраста, и необязательно для этого должны быть пожилые люди, да, и он должен пользоваться. Мы имеем тоже богатый опыт применения мелдроната в разных ситуациях, которые выходят за рамки вот этих основных показаний. Мы на эту тему неоднократно говорили, поэтому есть все основания поблагодарить Веронику Николаевну за столь подробнейшее изложение всего этого огромного багажа теоретических научных знаний зарубежных, российских и собственных, да, и то, что это полностью корреспондируется с теми данными клиническими, которые мы в нашей практике имеем. Спасибо вам большое. Я думаю, что сегодняшний вот этот разговор, он практически такой эталонный представление препарата мелдронат. Спасибо вам огромное. Благодарю вас, Аркадий Львович, за такие исчерпывающие комментарии. Я абсолютно присоединяюсь к каждому слову, которое вы сказали. И действительно, да, чем больше мы будем узнавать, да, международные данные, будем больше читать, больше общаться на эту тему, тем меньше будет у нас каких-то затруднений, да, и непонятных вопросов. Благодарю вас. Благодарю вас, Аркадий Львович. Спасибо. Спасибо большое. Пришел онлайн вопрос, что как долго применять мелдронат, да, и пронтеральный, ну, я коротко отвечу, потому что это понятный вопрос. Есть форма пероральная, есть форма пронтеральная, да, важно поменять его в хорошей дозе, не меньше одного грамма, да, эффективно очень начинать снутривенного применения, да, с последующим переходом на таблетированный форму. Во всяком случае, эта схема работает, и она очень эффективна. Спасибо большое. Благодарю. Всем. Да, всем зрителям спасибо. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok